раз-два-три-четыре-пять раз-два-три-четыре-пять и что ж всем добрый вечер раз-два-три давайте проверим связь как меня слышно видно если видно и слышно хорошо ставим плюсы плюсики пошли 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 плюсики раз-два-три-три-два раз так я себя вижу очень хорошо значит изображение есть индикатор звука показывает все замечательно и что же уважаемые дамы и господа я вас сегодня приветствую нашей школе менеджеров oriflame сегодня у нас с вами скажем так очень интересная тема по крайней мере скажем так это важная тема да для всех для нас с вами это главный инструмент рекрутинга презентация возможностей компании oriflame давайте с вами маленько пообщаемся подпишем то сегодня у нас присутствует здесь давайте напишем кто из каких регионов прям пишите я из такого-то региона пока вы пишете я представлюсь меня зовут юрий королев старший золотой директор компании oriflame сам я нахожусь в городе барнауле в алтайском крае тем кто меня не знает до бизнесе мы вместе с супругой сотрудничаем с компанией уже пять лет на сегодняшний момент квалификация старшие золотые директора до того как прийти в компанию oriflame я работал в пенсионном фонде дал службе родине 13 лет и в общем-то волей судеб скажем так воли правильные двух правильной воли оказался в компании oriflame естественно ключевую роль сыграла для меня это презентация возможности компании oriflame которую я внимательно изучил просмотрел все возможности какие есть компания oriflame и собственно говоря уже понимая как работает этот бизнес что здесь можно получить я начал сотрудничество компании oriflame так что же вижу краснодар новосибирск биск привет биск кемеровской области вольхинский район краснощоково зимари так мы основном нас алтайский край кто еще откуда есть пишите новосибирск отлично география у нас как всегда широкая сегодня нас 37 человек на вебинаре это очень хорошо без фотоаппарата не узнать ну да конечно фотоаппарат закрывает свое лицо да поэтому не узнать меня без фотоаппарата на самом деле не так часто я с фотоаппаратом ярославль отлично светлана селиванова у нас здорово и так ребят я так понимаю что здесь сегодня менеджеры собрались до люди которые осознанно развивают этот бизнес да надеюсь здесь таких нету которые не осознанно развивает свой бизнес если сюда затесались не менеджеры для вас в общем такое оперативное задание вы попали на этот вебинар авансом поэтому до конца этого каталога вам необходимо стать менеджером и соответственно доказать да что в принципе вы не зря были на этом вебинаре и так давайте с вами вот что сделаем поставьте семерки все те кто проводит самостоятельно презентацию бизнеса компании рефлейм прям семерки рисуйте все те кто сам полную презентацию компании рефлейм возможности компании рефлейм проводится так раз два три сейчас посчитаем 45 55 5 человек всего лишь 37 6 проводит полную презентацию возможности компании рефлейм 78 ну ребята учу это вообще 9 прям полную не коротенькую какую-то там предпрезентацию либо мини презентация большую к 11 12 хорошо 13 человек прям серьезно проводит полную как полагается 14 человек и все 14 человек остальные что делают остальные наверно слушают 15 так ну ладно уже скажем так мне даже 50 процентов еще не набрали 16 человек уже проводят сами презентацию ну что ж отлично так ну ладно вижу что все-таки многие из вас сами проводят презентации большие да кто-то наверно только начинает возможно и менеджеры ну 9 12 процентов которым еще проводит спонсор тоже в принципе неплохо сегодня наша тема такая до презентация бизнес возможности компании рефлейм сегодня мы с вами будем говорить о том как эту презентацию проводить до что она из себя представляет и из чего состоит некоторых блоках о том как их проводить я дам вам рекомендации именно так как я провожу да потому что у меня за пять лет сложился большой опыт проведения презентации этой групповые презентации это и личные это и огромное количество и мини презентации предпрезентации и или skype собеседование что только в общем не было в общем опыт богатый да и думаю что есть чем поделиться и так все мы с знаем что кровь нашего бизнеса это новые люди и основная наша с вами задача прошу прощения это поиск новых кандидатов поиск клиентов поиск новых бизнес-партнеров то есть приглашение людей на встречи до проведения рекрутинговой встречи этого и получение результата либо это новые консультанты новые партнеры либо потребители вот эти вот три основных направления как для которых для чего мы проводим наши презентации еще раз повторюсь это клиенты это бизнес-партнеры мы их с вами должны находить то есть понятно да цель вообще процесса рекрутирования найти и выявить людей кому интересны все возможности компании арифлей это думаю что момент вам понятен и так смотрите для того чтобы вам стать успешным в этом бизнесе и быстро добиться результатов вам необходимо как можно быстрее самостоятельно проводить научиться в его что такое это встреча возможности арифлейн даже если кто не знает сокращение где учиться до проводить ну во первых у спонсора до любой новичок который при нам приходит он должен быть такой рыбой прилипалой должен при этом своему спонсору который по сравнению с вами уже является акулы сетевого бизнеса должен к нему прилипнуть должен приглашать знакомых на встречу должен учиться да учеба на самом деле простая что вы делаете вы слушаете что рассказывает спонсор слушать какие задают вопросы слушаете какие вопросы задают люди которых вы пригласили на встречу и что они что спонсор отвечает на эти вопросы как учился я да ну мне повезло мне спонсор артем гифнидер проводил презентации проводил моим знакомым которым я прибыл приглашал но скажем так я очень быстро понял да что но артем человек занятой и это все-таки мой бизнес и за этот бизнес соответственно должен нести я сам и наверно после там четвертой или пятой презентации я научился их проводить сам провел первую свою презентацию было страшно путались слова заплитык язык был трястись коленки бросала в пот у кого так было ставьте плюс ставьте плюс у кого так было в общем весь набор новичковский испытал на самом деле это нормальная ситуация это вполне нормально так и должно быть самое главное не нужно бояться этого то что есть маленький секрет да небольшой человек этому вы рассказываете презентации на самом деле он не владеет информацией и скажем так не совсем до конца понимает о чем вы говорите поэтому вы здесь в этой ситуации являетесь как бы ну хозяином положения но самое главное что делать после того как вы проводите свою презентацию любую делать анализ того что вы говорили человеку и соответственно делать какие-то пометки себе заметки да и в следующий раз становиться лучше и лучше и так собственно говоря где взять саму презентацию да на самом деле как я уже сказал приклеивайтесь к спонсору да слушайте что он говорит огромное количество на ю тубе у нас в команде продвижения масса презентации записано от лидеров но вот мои рекомендации вам да если вы еще не проводите смотрите полежаева огурки без романа крафта антона долженко артема гифнидера и собственно говоря вашего непосредственного спонсора посмотрев вот эти вот все презентации вы какую-то такую основную базу костяк для себя создадите и очень важно что сделать чтобы вот мешанины каши в голове не было я как сделал я всегда своим людям говорю я просто для того чтобы структурировать эту информацию понять о чем идет речь чтобы все по полкам разложить брал несколько листов формата а4 бумаги и полностью дословно расписывал как я буду проводить встречу то есть там здравствуйте меня зовут юрий я такой-то 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 и все пошло пошло вот когда я вот это вот прописал несколько я уже четко понял что я презентацию смогу сам рассказать без ручка и задоринг понятно да ну и конечно же несмотря на то что я вам здесь все нарекомендовал что посмотреть естественно консультируйтесь со спонсором пускай вам посоветовать какую лучше презентацию взять потому что несмотря на то что у нас одна команда да все таки системы обучения с тем сопровождением всех маленько разные поэтому кому-то кибис нравится на кому-то полежает кто-то крафта терпеть не может кому-то нравится должен когда кто-то обожает смотреть презентацию артема гифнидова поэтому со спонсором определитесь но как бы я вам советую посмотреть конечно лучше все договорились да с вами и что такое вообще вбл и как его можно проводить давайте с вами как бы так разберем мы не будем сегодня вам буду я вам по собеседованию там и про всякое всякое там говори да рассказываем по полную презентацию и так смотрите когда вы приглашаете человека на встречу у вас есть два варианта развития события то есть когда вы уже самостоятельно проводите презентацию когда приглашаете на встречу к спонсору если презентацию проводите сами да вы можете что сделать если у вас недостаточно времени очень мало до человек очень интересный заинтересовался вашим предложением и его в принципе нет времени либо он где-то находится в другом городе вы можете провести мини презентацию человеку да которая занимает 15-20 минут либо провести полную презентацию благо сейчас мы живем с вами в современном веке век мобильных технологий интернет технологии сейчас можно в принципе связаться с человеком по skype пригласить на встречу куда-нибудь посидеть да и уделить полтора-два часа для того чтобы провести полную как полагается презентацию во всех этих презентациях есть свои плюсы есть минусы индивидуальная презентация в чем ее плюс то что вы с человеком общаетесь индивидуально вас есть время с ним поговорить есть время поездавать вопросы различные до поговорить за жизнь и неформальной дружеской беседе провести эту презентацию групповые презентации это тоже очень эффективной презентации когда вы как спонсор для своей команды проводите групповую презентацию от 5 до 20 человек. Если презентация на более-большее количество людей, то ее эффективность теряется, потому что внимание рассеивается у людей, огромное количество людей, люди могут попасться в совершенно разные, может попасться какой-нибудь негативщик, а если их еще несколько, тогда, если вы не опытный спикер, тяжело владеть ситуацией. Но групповые презентации получаются более эффективны, потому что такие презентации ваши менеджеры могут приглашать 3-4-5 человек, и вы за один раз можете более эффективно охватывать огромное количество людей. Тут просто арифметика, сами посчитайте, если вы, допустим, групповые презентации проводите 3-4 в день, сколько вы людей охватите, и, допустим, если проводите индивидуальные презентации, сколько вы сможете встреч провести. Понятно вот это вам? Если понятно, ставьте плюсы. Естественно, индивидуальная работа, она приносит более продуктивное, да, потому что все мы с вами знаем, что даже индивидуальные занятия, там, игре на гитаре, не групповые, они все равно приносят более эффективный результат. Но когда вы проводите групповые занятия, вы берете огромное количество людей, массы, да, и там выстрел может быть больше. Второй вариант, да, развития событий, это когда вам презентацию проводит спонсор. Здесь точно такая же абсолютно схема идет, да, спонсор может индивидуально вам и вашему человеку, да, провести презентацию, либо вы можете своих новичков, своих кандидатов привести на групповую встречу. Ваша основная задача на всех встречах, которые проводит вам спонсор, делать что? Пишем. Что делать? Пишите в чате, что делать нужно, когда спонсор проводит презентацию? Так, что-то никто не пишет, не знаю, да, наверное. Ну, надо учиться, да, надо учиться у спонсора, сидеть и внимательно слушать. Что говорит спонсор? Слушать, да, совершенно время. Итак, ну, теперь давайте плотнее перейдем именно к структуре презентации. На самом деле презентация возможностей компании Reflame, она, скажем так, не сложная, да, и состоит, наверное, из трех частей. Это начало презентации, это, собственно говоря, сама презентация ее тела и завершение презентации, то есть грамотное ее завершение. Что вам необходимо делать в начале презентации? Ну, во-первых, вам необходимо познакомиться с человеком, да. Ну, давайте здесь как бы два варианта рассматривать. Когда вы проводите сами, и когда вы проводите презентацию со своим спонсором. Итак, давайте, вы новичок, привели на встречу, допустим, своего хорошего друга. Итак, что вам необходимо сделать? Ну, естественно, представились, поздоровались. Предположим, да, что человек вы пригласили, ну, давайте, скажем, открытым способом, да, не закрытым, да, пусть даже будет и закрытым даже способом. Вы говорите, да, кто я, то есть вы обозначаете себя, что я, там, Иван, Иван, да, ты меня очень давно знаешь, значит, сейчас я начал для себя новое дело, ты меня прекрасно знаешь, да, что я работал там-то, 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 зарекомендовал себя с неплохой стороны, и вам необходимо вот во время того, как вы себя представляете, что четко обозначить. Необходимо четко обозначить, почему пришли вы в компанию Reflame, да, какие перспективы вы здесь увидели в этом бизнесе, должны четко указать, показать свою позицию о том, что повлияло на ваше решение, да, если у вас есть результаты, вы должны человеку рассказать, что вот смотри, я, допустим, здесь уже там месяц-два-три, у меня вот такие-то результаты. Пускай там у вас менеджер, там, 9-12%, но вы с гордостью говорите, вот смотри, за эти несколько месяцев я уже сформировал такую-то команду, у меня вот столько-то уже партнеров, у нас какие-то вот обороты, зарабатываем столько-то, столько-то, столько-то. Дальше, да, объясняем человеку, почему вы его пригласили на эту встречу. Как это, как это может быть, да, то есть, ну вот я знаю тебя очень давно, ты там отличный, позитивный человек, в телефонном разговоре, как бы с тобой там, или при встрече, я узнал, что тебе как бы нужны деньги, ты ищешь варианты какие-то, поэтому, как тебя человека, здравомыслящего и ищущего пригласил на эту встречу, да, и хотел бы, чтобы ты послушал эту информацию, и хочу, чтобы ты был в моей команде. И знакомите этого человека со спонсором, потому что, если вы знакомы давным-давно, то наверняка ваш друг там, знакомый, спонсор вообще не знает. Вы должны объяснить человеку, кто это такой, чем он занимается, почему он здесь, да, каким образом это делается, то есть, вы говорите, что, вы знаете, не надо говорить такие страшные слова, это мой спонсор, потому что у людей часто бывает слово спонсор, да, вызывает какие-то непонятные ассоциации, да. Можете сказать, просто партнер по бизнесу, он меня учит развиваться в этом деле, да, обучает, я у него учусь, сейчас вот я пригласил тебя на встречу, чтобы ты послушал информацию, ты будешь слушать информацию о доходах, о деньгах, о возможностях, а я тем самым буду учиться, да, ну и, соответственно, тоже, если у вас спонсор достиг там хороших результатов, да, естественно, набиваем цену ему, да, говорим, что это там предприниматель со стажем в этом бизнесе давно, такие-то у него результаты, но я вам рекомендую, что не говорите людям вот эти вот большие квалификации, бриллиантовый директор, старший, золотой, там, директор и так далее, потому что люди, они не понимают, что это такое, да, и для них это звучит как-то, ну, дико, да, какой-то бриллиантовый директор, непонятный. Договорились, этот момент вам должен быть понятен, да, тут как бы, в принципе, ничего такого сложного нет, иного, об этом мы постоянно с вами говорим, и постоянно даем рекомендацию делать. Итак, дальше, собственно говоря, переходим к самой презентации. Презентация у нас возможности компании Reflame классическая, она состоит из пяти основных вопросов, на которые во время презентации вам или вашему спонсору необходимо человеку по полочкам все разжевать и дать ответы. Что это за вопросы? Это в чем смысл бизнеса? Что нужно делать? Откуда здесь берутся деньги? Кто будет помогать? И что получите в итоге? Давайте так, ставьте плюсы, кто проводит свои презентации вот в таком ключе, то есть отвечает на пять вопросов. Плюсики ставьте, пожалуйста. Так, Татьяна Дадашева проводит, так, отлично. Так, есть такие люди, замечательно. Хорошо. Вот это идет дубликация полностью, это очень замечательно. когда вы повторяете спонсора и информация тогда она не искажается, доходит до ваших людей в том виде, в каком вы должны поступать. Хорошо. Идем дальше. Итак, но смотрите, самая очень интересная вещь такая, перед тем, как вы или ваш спонсор начинает проводить презентацию, необходимо выявить и выявить потребности человека. Понятно, что вы его позвали рассмотреть деловое предложение, но все-таки, да, хотелось бы как бы, ну, больше конкретики узнать, потому что любой бизнес – это цифры, да, и от того, ну, цифры – это вообще ключевое, да, значение, бизнес играет и везде, поэтому от цифры нужно отталкиваться и смотреть, какие действия нужно делать человеку для того, чтобы достичь тех или определенных результатов. Итак, что, собственно говоря, какие задавать нужны наводящие вопросы? Ну, я их так здесь условно выделил, да, естественно, вы их можете перефразировать, но они как бы такие должны так звучать, да, сколько нужно денег, чтобы комфортно жить, чтобы ты хотел изменить жизни, там, лучше жилищные условия, новый автомобиль, путешествие и так далее, и, допустим, там, контрольный вопрос, какие есть идеи, варианты, чтобы все это воплотить в жизнь ближайшие-2-3 там года. Если, допустим, человек говорит, что, ну, зарплату мне бы хотелось 100 тысяч рублей, а сам работает менеджером где-нибудь Евросети и зарабатывает 30 тысяч рублей, то как раз для него такой актуальный вопрос, да, как ты работай на своей работе, можешь заработать, допустим, за год, за два, 100 тысяч рублей. Этот человек, как бы, задумывается, говорит, ну, блин, сейчас никак, да, либо стать там директором магазина, что, в принципе, как бы, для многих простых людей нереально. То есть, вот эти вот все вопросы, они для чего нужны, для того, чтобы получить вам базовую информацию от тех потребностей, какие есть у человека, и уже от этого отталкиваться, для того, чтобы дальше, потом по лестнице успеха смотреть, какие доходы человеку нужны, да, где он может себя реализовать, чтобы получить вот эти вот ништяки и плюшки, да, все. Итак, собственно говоря, выяснили потребности человека, да, и переходим непосредственно, в общем, к такому моменту, как называется, да, я его называю прозрение, открытие, открытие, открытие третьего глаза для человека. Я всегда на своих презентациях использую, и вам рекомендую использовать квадрат денежного потока, когда мы человеку говорим, хорошо, смотри, вот тебе нужно 100 тысяч рублей, давай вот поговорим вообще о том, каким способом, да, вот эти деньги можно заработать. И начинаете рассказывать. Вот смотри, есть такая теория квадрата денежного потока, в соответствии с которой на сегодняшний момент существует 4 способа легального получения дохода, да, это квадрат наемного работника, предпринимателя самозанятого населения, бизнесмен и инвестиции. И в каждом секторе вы начинаете описывать, да, показывать плюсы и минусы. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы человек осознал, в каком он квадранте находится, да, что его ожидает в дальнейшем. Понимаете вот это вот, да? Потому что многие люди, живя в квадранте, работая в квадранте наемного работника, они не имеют представления о том, что может быть другая жизнь, что можно деньги зарабатывать предпринимательской деятельностью, можно стать бизнесменом, иметь свой собственный бизнес, а уж в конце концов можно заниматься инвестициями, да? Когда вы общаетесь с человеком, моя рекомендация, обязательно приводите примеры ваших знакомых. Все мы с вами люди взрослые, общаемся, очень много людей, я наверняка думаю, что у вас и предприниматели есть, какие-то бизнесмены знакомы, даже если их нет, это не важно. Можно взять какой-то пример, такой бизнесмена-предпринимателя, который на слуху у вас, да? Ну, наемного работника можно любого взять, предпринимателя тоже, да? Вот, допустим, я очень часто привожу такой пример бизнесмена, это довольно-таки, ну, известный человек в Алтайском крае, это господин Ракшин, да, у которого сеть магазинов Мариера, то есть я рассказываю, как он, сначала у него был один магазин, потом он постепенно развил сеть магазинов, и как у него получился бизнес. Вот это вот понимаете, да? Когда вот это вот все выдают человеку, спрашивайте у него, все-таки давай с тобой определимся, в каком бы ты хотел бы находиться квадранте и получать, как бы ты хотел деньги, да, работая там, допустим, по 12 часов в сутки, зарабатывая 30 тысяч рублей, либо ты хотел иметь свое дело как предприниматель, зарабатывать там более большие деньги, да, но как-то более свободно распоряжаться своим временем, но опять же, есть ответственность, да, есть определенный риск, ты бы хотел быть бизнесменом, иметь свой бизнес, когда у тебя команда и она работает, а ты тратишь свое время и ресурсы на что-то другое, да, либо ты хотел быть инвестором. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди не понимают, что такое инвестиции, да, они говорят, ну, считай, что инвестор, а ты инвестор, самого понятия такого нет. Вот самый простой пример с инвестициями, прямо на пальцах можно объяснить, это, ну, рассказывать человеку, что, допустим, представь, у тебя есть 10 квартир на комнатах, и ты по 10 тысяч рублей сдаешь в аренду, да, это и есть инвестиция, то есть, когда ты один раз ты купил квартиру, вложил на нее деньги, она тебе приносит доход, чтобы человеку более было полезно. И очень часто люди говорят, что да, хотелось бы и бизнес иметь, и инвестором стать. Вы акцентируете внимание человека, говорите, ну, ты же прекрасно понимаешь, для того, чтобы иметь бизнес и инвестиции, тебе необходим стартовый капитал какой-то. Человек соглашается, что нужен стартовый капитал, и, как правило, нет никаких вариантов, как эти деньги заработать, да, и здесь вы включаете очень такую интересную штуку, говорите, что есть один из видов бизнеса легальный, да, который позволяет это сделать. Этот бизнес называется MLM. Понятно, о чем я говорю? Если понятно, давайте ставьте восьмерки. Понятно, да. Вот мы с вами постепенно перешли, да, к первому вопросу, в чем смысл бизнеса заключается. Здесь очень интересная штука, да, когда ты говоришь MLM бизнес, то есть сетевой бизнес, сетевой маркетинг, где обычно, как бы, они так осторожно относятся многие, и опять же, да, приводите примеры из жизни, очень много простых примеров приводите, чтобы человеку было доходчиво и понятно. Я привожу, какой, говорю, что ты знаешь вообще про сетевой маркетинг, как он работает, но обычно люди говорят, что это надо распространять и продавать, все. Ну, что я всегда возражаю, слушай, дорогой друг, ты вот, собственно говоря, заблуждаешься, потому что на самом деле, ты сетевик от рождения, да, и привожу пример с магазином, да, например, да, открылся магазин какой-то, да, но у вас во дворе супермаркет, в связи с открытием, там скидка на какой-то вид продукции, вы зашли посмотреть, смотрите, продукция хорошая, качественная, купили, попробовали, вам понравилось, пошли еще взяли, по дороге соседки рассказали, друзьям ватсапе написали, родственникам, все в этот магазин пришли, то есть принцип сарафанного радио. Пошли в кинотеатр, посмотрели фильм хороший, фильм вам понравился, что вы делаете, там, другу рассказали, друг пошел в кинотеатр, и вот как бы в таком духе, да, то есть вы прорекламировали, получается, сделали рекламу, магазин кинотеатра заработал, вы не заработали ничего. И говорю, вот эта вот идея тебе понятна, вот в чем заключается идея с сетевого маркетинга, человек обычно говорит, да, понятно, то есть ты даешь рекомендацию, рассказываешь и зарабатываешь на этом деньги. И также говорю, вот смотри, вот эта вот идея вся сарафанного радио, она поставлена сейчас на бизнес-основу, да, многие предприятия, организации эту идею взяли за основу бизнеса и готовы людям, которые дают рекомендации, рекомендуют продукт, либо бизнес-модель какой-то, либо услуги, готовы платить огромные деньги. И вот говорю, одна из таких компаний, Арифлейм, человек задумывается, да, и тут опять же нужно задавать человеку вопросы, узнавать, да, что ты слышал про такую компанию, что знаешь, как можно заработать, с компанией Арифлейм. И слушаем, что говорит человек. Ну, в 98% случаев человек говорит, Арифлейм это косметика, что-то с косметикой связано, что-то продавать надо или распространять. Ну, естественно, классика, да, если бы я знал то, что ты знаешь ты, да, то я бы никогда в компанию Арифлейм не пришел. И подводим, да, человека к тому, что говорим, ну, вот смотри, мы сотрудничаем с компанией Арифлейм, и есть в компании, сотрудничаем с компанией Арифлейм, очень хорошее возможности заработать огромные деньги, ну, деньги, да, хорошие, то, о чем ты мечтал, почему это можно сделать за год-два. И очень важно, что сделать, рассказать человеку, почему в качестве партнера, вы выбрали именно компанию Арифлейм. Вот здесь вот важно вам знать 50 фактов гордости компании Арифлейм, причем не просто слайды изучить, да, которые у компании есть, слайды отличные, хорошие, минимум знать хотя бы их. Я рекомендую вам прочитать книгу Арифлейм Роберта Йонаса Фьокни. Книга эта, по-моему, есть где-то на Google дисках, у спонсора спросите, у вашего в электронном варианте, поэтому, если вы ее не читали, обязательно прочитайте, вы поймете, как компания создавалась, через какие трудности пришлось создателям Роберту Йонасу пройти, да, как компания становилась, как она развивалась, как развивались ее корпоративные принципы. То есть, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы у вас было база знаний определенных, у вас была своя внутренняя убежденность, что вы не работаете на контору у рога и копыта, которая открылась вчера или позавчера, а что это серьезный партнер. Что дальше вы говорите человеку? Первое, очень важное, вам необходимо сделать акцент и показать человеку, что Арифлейм – это мировой бренд, что это компания с мировым брендом. Что здесь можно рассказать? Ну, элементарно, давайте по пальцам будем перечислять. Необходимо рассказать, что компания 50 лет на международном рынке, в 60 странах, 5 заводов крупных, исследовательский центр, что акции на бирже покатируются. Какие еще? Давайте, пишите ваши варианты. Что еще вы знаете? Что еще я не назвал? Можно сказать, что полтора миллиарда евро товаров, по обороту компания Арифлейм. Ученые, запатентованные технологии. Правильно. Что еще сюда можно включить? Пишите, давайте, строчите. Ну, наследство – это, наверное, скорее всего уже компания Арифлейм как партнер больше переходит. Партнер стоянно по отношению к нам с вами. Я говорю, что Арифлейм – как мировой бренд, как его узнаваемость. Натуральная продукция тоже пока мимо, не туда. Что еще как мировой бренд? Ну, это премии, да, наверное, всякие различные, как я уже говорил. Сотрудничество со всякими разными мировыми звездами, да, мирового масштаба. Потому что, согласитесь, ну, не всякая компания там, фиговская позовет там в рекламе своей сниматься Монику Белуччи там или Тими Канделаки, или еще там и звезд кого-нибудь. Да, огромное количество денег на исследование тратится. GDP-стандарты. Ну, тоже, наверное, больше к продукции. То есть, понимаете, о чем я говорю? Да, то есть, вы должны показать человеку, что это, еще раз говорю, не рога и копыта, что это серьезная организация с мировым именем. А что еще можно сказать, как мировой бренд, да, что компания легальна, да, что она действует в соответствии с действующим законодательством. То есть, в каждой стране, где открываются офисы, официальные представительства есть, деятельность ведется в соответствии с законодательством с действующим. Уплачиваются налоги. Это плюс, как вы считаете? Плюс налоги или нет? Это когда в бюджеты. Естественно, это большой плюс. Дальше смотрите, о чем вы говорите человеку. Рассказали о том, что компания Reflame – мировой бренд. Дальше вы рассматриваете, что? Говорите о том, что любой предприниматель, любой бизнесмен, когда выбирает нишу, в которой он собирается работать, для него важно выбрать продукт или услугу, которая будет пользоваться спросом, либо этот продукт или услуга будет качественной. И тут же вы рассказываете, что за продукция у компании Reflame. Какая она? Сюда идет качество. И что важно здесь говорить? Здесь нам с вами важно говорить о чем? О том, что продукция естественного спроса. То есть, не нужно никого уговаривать, не нужно объяснять человеку, для чего нужна зубная паста, для чего нужно мыло. Человек сам прекрасно понимает, зачем это нужно, как этим пользоваться. То есть, это продукция естественного спроса. Она заканчивается. Если она заканчивается, она хорошего качества, и люди пользуются, то они будут что делать? Они будут возвращаться за этой продукцией. А это очень хорошо для бизнеса. Правильно. Дальше, что это цены. То есть, продукция компании Reflame, у нее вообще на самом деле очень гибкая ценовая политика. Я об этом тоже говорю очень часто. Ну вот, допустим, есть люди, которые говорят, фу, Reflame дешевая косметика. Ну, знаете, вы вот зайдите на сайт компании Reflame, выберите, допустим, язык Великобритании, посмотрите, сколько там продукция стоит у них. И переведите это потом на наши деньги. И вы поймете, что это нифига не дешевая продукция, очень даже. Ну и также, с теми товарищами, которые говорят, что это дорого, покажите, сколько продукция стоит, допустим, во Франции, или у нас. И люди сразу поймут, что цена, собственно говоря, отличается. И это и недорого. Я думаю, это вам понятно. Дальше, что мы рассказываем? Мы рассказываем о том, что для вас компания Reflame значит как партнер. Здесь очень важно понимать, что огромное количество предпринимателей и бизнесменов на самом деле, но мечтали бы о таком бизнес-партнере, как у нас компания Reflame. Потому что вот всем предпринимателям и бизнесменам им приходится нести огромный груз ответственности за свой бизнес. И приходится заниматься самостоятельно очень разными вещами. И там поставщиков продукции искать. Либо заморачиваться, разрабатывать эту продукцию надо. Доставлять надо ее, хранить. Система оплаты придумывать. Надо там маркетингом заниматься, менеджментом, учетом, бухгалтерием. Вот этим вот всем, ребята, занимается компания Reflame. То есть представьте, сколько всего она решает за нас с вами. Она даже с потребителями сама общается, с какими-то претензиями, если есть у людей. Этим всем занимается компания Reflame. Мы этим не занимаемся с вами. И как бы, ну, слава Богу. И что очень важно для нас, как для партнеров компании Reflame, это то, что на сегодняшний момент у компании Reflame самая крутая партнерская программа, которая вообще есть среди MLM-индустрии. Да не только MLM-индустрии. Это и выплаты, это и бонусы, это и автопрограммы, это и путешествия, это и вид мероприятия, это и признание. Вот это вот вам понятно. Вот это вот все вы должны проговаривать человеку, чтобы человек понимал, с каким мы мощным гигантом с надежным работаем. Понятно вам это? Если понятно, давайте восьмерочки рисуйте. Отлично, восьмерки. Итак, вот это вот все рассказали и переходим к самому вкусному, как говорится. это мы с вами будем говорить о трех возможностях, которые дает компания Reflame. В начале с вами нашего вебинара я говорил, что наша основная задача охватывать людей по всем трем направлениям. Это потребители, которые будут пользоваться продуктами, это люди, которые будут зарабатывать деньги на немедленные прибыли, то есть продавцы-распространители, такие люди тоже есть, они нам нужны. И собственно говоря, третья возможность это построение собственного бизнеса. Об этих всех моментах вы человеку должны рассказать, для того, чтобы человек понимал, чем мы здесь занимаемся и в чем заключается смысл нашего бизнеса. вот этот момент я думаю вам понятен. Дальше, после того, как вы рассказали, в чем смысл бизнеса, откуда здесь берутся деньги, понятно, что деньги берутся от того, что люди покупают себе продукцию, пользуются ей, то есть создается товарооборот, вы рассказываете, что здесь делать нужно, что мы проводим с вами презентацию, рассказываем человеку о возможности, он уже сам выбирает, если ему интересно построение бизнеса, значит, добро пожаловать в нашу команду, если нет, значит, можешь просто пользоваться для себя. Очень важно, что понимать нам с вами, очень важно вашему кандидату, вашему будущему партнеру рассказать о команде, нашей большой команде. Почему это важно? Давайте пишите ваши варианты, как вы думаете, почему это важно? Почему важно человеку показать, что это, кстати, пункт, кто будет помогать вам, кто вам будет помогать, мы уже перешли к нему, есть поддержка, не остается один, совершенно верно, совершенно верно, важно показать человеку, что он в этом бизнесе не один, не он первый, что огромное количество людей в этом бизнесе развиваются и что вы как спонсор и ваш спонсор, вы в первую очередь заинтересованы в результате этого человека. Обязательно рассказывайте о том, какое у нас обучение, сопровождение проходит, какая помощь, в чем заключается командная работа и для чего это нужно. человек должен понимать, что он здесь не один, что он в коллективе, что ему не страшно. Я думаю, что это тоже вам все понятно. То есть, такие простые истины, о которых мы с вами постоянно говорим, но, как говорится, повторение мать учения. Переходим дальше. Дальше переходим к последнему блоку, в котором говорится что ты получишь в итоге. Знаете, очень интересная вещь такая получается. Когда я пришел 5 лет назад в компанию Reflame, в основном рассказывали о директоре. То, что доход директора 40 тысяч рублей в каталог, премия 1000 долларов. Это замечательно, это здорово. потом прошло несколько лет стали говорить о доходе золотого директора от 75 тысяч рублей, о путешествиях и так далее, об автомобиле, о премиях и тому подобное. Сейчас я считаю, что на директора, на золотого директора людей вообще звать неактуально. Неактуально звать по одной простой причине, что у нас инфляция в стране идет, рубль наш безбожно дешевеет с каждым годом. Сейчас, кстати, началась очередная свистопляс с рублем. Ввели санкции, наш рубль покатился куда-то вниз. Цены растут, уровень жизни повышается и 40, 70, даже 100 тысяч рублей на сегодняшний момент это не те деньги, они ценятся не так, как ценились 2-3 года назад. И буквально вот я вчера читал статью, очень такая интересная, проводила какое-то независимое агентство исследования и выводили цифру, какая сумма денег по вашему мнению достаточная вам для того, чтобы вы там семьей из трех человек прожили. Значит, в Москву мы не берем с Санкт-Петербургом, потому что там цифра от 95 тысяч рублей курировала. В среднем по России эта цифра составила 75 тысяч рублей. То есть, представьте, 75 тысяч рублей надо в среднем семье из трех человек для того, чтобы нормально, комфортно жить. А средняя заработная плата по стране на сегодняшний момент составляет 39 тысяч 600 рублей. Я, если честно, как бы постоянно возмущаюсь, я не знаю, откуда такие цифры берут. Средняя заработная плата 39 тысяч рублей. Но это понятно, что средняя, потому что по Алтайскому краю у нас, наверное, 12 или 15 официально. Если не официально, то еще может быть и меньше. Поэтому смотрите, во время своей презентации что я рассказываю человеку? Я, естественно, рассказываю, что он пришел новичком, прошел рост до директора и говорю, дорогой друг, то, что ты до директора рос, это было твое обучение. То есть, мы учили тебя, как стать предпринимателем здесь, как получить профессию директора компании Reflame, либо менеджера сетевого маркетинга. То есть, вот эти все этапы, которые ты проходил, роста твоего, 6, 9, 12, 15, 18, старший менеджер, это были своего рода курсы университета твоего. Когда ты стал директором, ты получил специальность свою. А теперь дальше, что тебе нужно делать? Как и в нормальной жизни, ты получил специальность, выходишь в взрослую жизнь, перед тобой задача стать профессионалом и расти по карьерной лестнице. И я начинаю человеку рисовать, его доходы и его перспективы роста минимум до бриллиантового директора. Понятно вам вот это, да? Что я пишу, что я рассказываю? Я рассказываю, рисую каждую ступеньку, пишу доходы, какие у человека среднемесячные, какие он получает премии, расписываю по маркетинг-плану бонусы, какие у человека есть, да, все 6 бонусов, ну, если до бриллиантов рассказываю, получается их 4, да, если выше, то, значит, 6 до исполнительного директора расписываю полностью бонусы и рисую схематично, что он будет получать со своих структур, да, что бонусы он будет получать, там, допустим, золотой бонус 2% со второго уровня и ниже, да, пока золотого директора не будет. Я объясняю, что вот это вот все, вот эти вот все бонусы, это твои инвестиции, да, то есть ты вложил в человека свое время, свои силы, да, свои знания, и сейчас компания Reflame понимая, что ты потратил на этого человека время, платит тебе вознаграждение в виде бонусов, то есть это твои инвестиции, ты эти инвестиции, эти бонусы будешь получать до тех пор, пока этот человек работает в Reflame, да, пока заинтересован он в бизнесе, ты это будешь, эти деньги будешь получать. Также, о чем говорю, людям говорю о путешествиях, рассказываю о 4 видах путешествий. Все знают, что 4 вида путешествий есть в компании Reflame, не надо об этом рассказывать. Это я с вами делюсь такими фишками своими, да, которые на людей очень хорошо действуют, которые цепляют людей. Я рассказываю про автопрограммы. Да, 4 вида путешествий это конференция, это менеджерская конференция, это золотая конференция, это бриллиантовая конференция, это исполнительная конференция. Но раньше исполнительные конференции были отдельно, сейчас их объединяют с бриллиантовыми, то есть, каким образом, вот допустим, с уровня исполнительный директор, на неделю раньше вас, допустим, отправляют в страну, где будет проходить конференция. Вот, Ирина и Антон Долженко со своей семьей улетели в Японию на неделю раньше, то есть, конференция начинается, по-моему, с 15-го числа, они уже за неделю до этого находятся в Японии и более детально, более тщательно, более спокойно изучают местные достопримечательности. Понимаете, да, что им? Компания тоже оплачивает все. Причем, важно понимать, что путешествия с исполнительного уровня не совсем другие, да, то есть, там, там, персональный автомобиль предоставляют и вип-классом, бизнес-классом вы летаете. Я рассказываю человеку про автопрограммы. Все знают, что три вида автопрограмм есть в компании Арифлейм. Первый вид это мой автомобиль с компанией Арифлейм с уровня директора с обыкновенного, когда вы, вам компания выплачивает автобонус, вы берете автомобиль кредит и выплачиваете, да, этими автобонусами. Потом есть автопрограмма за рулем мечты на уровне бриллиантового директора и на уровне исполнительного директора. Аня, ну, я не знаю, смысл есть рассказывать или нет более подробно. Устория интересуют, в принципе, можно на сайт компании Арифлейм зайти, к спонсору обратиться, есть слайды, прям, где все-все расписано, там прям даже расписано, как что выплачивается, как это все делается. Просто школа менеджеров у нас рассчитана на час, да, если я вам сейчас начну рассказывать, какие автопрограммы происходит, на что там начисляется, ну, как это все работает, да, система, это, ну, еще минимум минут 40 займет. Ну, давайте так договоримся, если как бы есть желание, то, ну, давайте отдельно проведем вебинар такой, именно по автопрограммам. Либо Артем Гифнидер может сделать, либо могу я, то есть, без проблем. Причем, я думаю, что если Артем такой проведет, как участник такой программы, будет более интересно, да, и объясняю человеку, какие он автомобили может получить, да, с уровня бриллиантового директора автомобиль премиум класса стоимости 2,5 миллиона рублей можно взять. Говорю, что это за автомобили, говорю, что это Lexus, что это BMW, что это Audi, что это Volkswagen, что это Volvo, да, и люди как бы, ну, они задумываются, сможет ли он в своей простой жизни купить автомобиль с 2,5 миллиона рублей. Нет, естественно, он не сможет. И, говорю об исполнительной автопрограмме, где автомобиль за 3,5 миллиона рублей уже можно взять себе. То есть, это еще на миллион выше автомобиль получается. То есть, вот это вот все, как бы, ну, вот, заставляет человека задуматься, да, что, блин, как здесь круто все-таки, да, надо, наверное, попробовать. Дальше, о чем обязательно я говорю? Я говорю обязательно о, говорю обязательно о корпоративных мероприятиях, которые, какие компании проводят для нас. Это банкеты директоров, это мегаформы, это различные обучающие мероприятия и так далее, да, и о признании обязательно говорить нужно, да, что за проделан тобой работу компания тебя чествует постоянно там и на руках носит, и расцеловать готовы везде, когда ты делаешь новые результаты, новые уровни. Это очень важно, потому что многим людям у нас в стране не хватает такого признания, да, им этого всего недостаточно. И для некоторых товарищей это, кстати, является очень, ну, такой, ключевой, ключевой ролью, да, ключевым фактором является. так, вот так вот понятно, да, как я рассказываю, что я рассказываю людям о том, что они получат в итоге. Я не рассказываю про директорский доход, я не рассказываю про доход золотого директора, я человека сразу нацеливаю на бриллиантового директора. Говорю, что бриллиантовый директор, это минимум, ради которого стоит приходить в компанию Reflame. То есть, человек должен сразу понимать, что нужно идти на бриллианта. Как говорит Артем, спонсор, да, медициную луну через забор точно перепрыгнешь. Понятно. Так, что ж, продолжаем с вами дальше. Итак, значит, после того, как мы с вами рассказали человеку презентацию, либо спонсор рассказал, вывалили, вывели, вывели вот такую вот огромную кучу информации, на человека. Естественно, что-то он запомнил, что-то он не запомнил. Естественно, он сидит маленько в состоянии полного, полного прострация, полного шока. Прошу прощения. Не может понять, что происходит и куда он попал. Здесь самое главное вам, вам как спонсору, который сам проводит презентацию, либо вам, как человеку, которого вы пригласили на презентацию, вам необходимо взять дело в свои руки, как говорится. Не нужно сидеть, сложив ручки вот так вот, смотреть у нас спонсора, на этого человека и ждать, что же произойдет. Я вам скажу, что произойдет. Если вы будете так сидеть, человек скажет, ну, в принципе, информацию было интересно, мне он подумать, встанет и уйдет. Ваша основная задача, что делать? Задать вопросы ему, для того, чтобы человека растормошить, чтобы у него мозг от этой информации маленько освободился, и он начал думать, задавать какие-то вопросы. Сдавать такие вопросы, что ты думаешь об этой идее? Ну, что может человек сказать? Ну, так-то ничего, идея интересная, да, вот, неплохо. Что тебя смущает? то есть, спрашивайте человека, вытягивайте из него возражения, потому что очень часто человек, ну, что-то там себе подумал, что-то там у него упало куда-то, да, он с этим переспал, у него масса вопросов всяких разных появилась, там еще посовещался с кем-то в интернет за лет, почитал какие-то отзывы из каких-то дурацких форумов дебильных, и у него там, в общем, куча возражений, поэтому вот эти вот возражения из человека нужно вытаскивать. Ну, и в конце концов, да, мы же с вами человека пригласили на деловую встречу, да, рассказали возможности бизнеса нашего, и наша с вами цель получить регистрацию человека, да, получить нового партнера, поэтому, естественно, задаете ваш коронный вопрос, ну, что, будем сотрудничать, да, и человек, ну, нужно добиться от него ответа, да, нет, да, отлично, значит, давай будем работать, делать нужно это, нужно делать то, то есть, сразу же запускаете человека в бизнес. Если человек говорит, нет, опять же, да, вопрос, что тебя смущает, что тебе непонятно, есть какие-то вопросы, да, если человек говорит, надо подумать, что здесь нужно сделать, ну, здесь нужно, либо видео какое-то, да, скинуть человеку, чтобы он посмотрел, договориться с ним, давай, сейчас тебе видео скину, ты сегодня его посмотришь, завтра мы с тобой созвонимся, да, или спишемся там в соцсетях, лучше, конечно, созвонимся, потому что, когда вы с человеком в соцсетях списываетесь, у него получается, знаете, эффект отсрочного ответа, да, когда он может там обдумать, что-то передумать, еще несколько раз, опять же, посоветоваться с кем-то, когда вы в телефонном разговоре или при встрече с человеком общаетесь, то он уже, как бы, ну, бгновенно, да, какие-то ответы дает вам, понятно вам это, если понятно, плюсуйте, давайте, так, естественно, да, что, что нужно вам сделать, да, возьмите, дайте ссылку на видео, да, скиньте, может быть, книгу какую-то, брошюрка, если у вас есть распечатанная, там, бизнес-трафарет, книга какая-то, дайте человеку почитать, для чего это делается, для того, что, допустим, вам через какое-то время можно было повторить с ним встречу, назначить и встретиться еще раз, хотя бы элементарно, под предлогом того, что, дай мне заразу книгу, что-то не возвращаешь, если он там передумал, да, встретились с ним, книгу у него забрали, опять же, да, спросили, что ты передумал, что тебя смущает, что тебя не устраивает и так далее, и мой такой профессиональный совет вам, со всеми людьми, с которыми вы проводите встречи, берите у них сразу ссылку на соцсети, контакт, одноклассники, фейсбук, узнавайте, где человек зарегистрирован, тут же прямо с телефона, добавляйте его к себе в друзья, зачем это нужно, да, это нужно для того, что своей презентации вы человеку в голову посадили зерно, да, неважно, как это зерно глубоко упало, да, и когда он там пустит корни, корни, очень важно, чтобы это зерно взошло, и наблюдая за вами в социальных сетях, как вы развиваете свой бизнес, как меняется ваша жизнь, как меняетесь вы, вот это вот все, это будет такой субстрат, будет благодатный, который будет поливать эту почву, да, и питательные вещества будут в это семечко втягиваться, но в конце, в концов, проклюнется рано или поздно, да, и начнет расти, причем этот процесс, он может занимать очень длительный, очень длительный период времени, там от одного до двух, трех, пяти, даже десяти лет, поэтому все те презентации, которые мы с вами проводим, особенно полные презентации, они никогда не проходят бесследно, вот это вам понятно, если понятно, ставьте восьмерки, восьмерки, давайте, ставьте, очень смотрите, ребят, очень такая важная штука, о которой я еще хотел бы вам сказать, любая презентация, которую вы приводите, когда вы общаетесь с людьми, рассказывайте истории, обратите внимание, когда вы слушаете каких-то лидеров, когда они выступают на сцене, как они себя ведут и что они говорят, обратите внимание, что они рассказывают истории, вот кто не смотрел презентацию Владимира Полежаева, вы вот просто возьмите и послушайте, как он говорит, он рассказывает истории, он приводит истории, примеры, у него вся его презентация, она состоит из истории, которая перетекает одно в другое, то есть это очень большие истории, и истории, они создают связь с аудиторией, когда вы приводите личные примеры какие-то из жизни, рассказываете про знакомых, про своих каких-то, еще хорошо будет, если это какие-то общие ваши знакомые, очень интересная штука происходит, люди эти истории, они проецируют себя, идентифицируют себя с героем истории, их это как бы мотивирует, особенно если, допустим, ваши общие знакомые, какого-то хорошего результата, добились компании Reflame, и приглашенный, он понимает, он становится причастным, ко всем этим историям, он чувствует, что может добиться успеха, вот это, кстати, слайд, очень интересная, это вот компания дает такой слайд в презентациях своих, и вот можете обратить внимание, видите, они там пишут, смазочка такая, включите свою историю, свой опыт, даже, возможно, расскажите о своем любимом продукте, о своих первых достижениях, очень часто бывает так, что мы всего этого стесняемся, о господи, что там 9% какой-то, стрёмно, это как-то рассказывать, да ничего не стрёмно, это прикольно, у вас 9%, у него 0%, он вообще даже понятия не имел, что такое бизнес, да, и как он строится, вообще крутой монстр, поэтому не надо принижать свои достоинства, нужно грудь колесом и говорить, я крутой, да, здесь вот я уже, уже вот совсем немного, совсем недолго, но у меня уже такой вот результат. Вот как-то так, вот на этом, собственно говоря, моя тема сегодняшняя подошла к концу, возможно, как-то я её рассказал по-особенному, но думаю, что та информация, которую я вам дал, она вам пригодится, какие-то фишки вы, которые я использую, взяли для себя, обязательно, когда вы проводите презентацию, да, ещё раз придерживаетесь структуры презентации, у вас должно быть чёткое начало, должна быть сама презентация, с живыми примерами, с историями, со своим мнением, со своим отношением, и должно быть крамотное, правильное завершение. Ну, естественно, как я говорю, когда вы проводите презентацию, помните, что вы готовите вкуснейшее блюдо, которое называется борщ, либо щи, а у этого борща и щей есть традиционный рецепт, и по этому рецепту вам необходимо определённое количество разных ингредиентов в разное время класть в это блюдо, а также и в наших презентациях. Есть пять вопросов, вот идут они в такой последовательности, значит, так и нужно это делать, да, вспоминайте, что щи вы без воды не сварите никак, и без мяса там это будет не борщ, и если вы картошку не положите, это будет не суп, да, это уже будет что-то другое. Поэтому чёткий рецепт. Вот пока не станете невзрослым самостоятельным лидером с большой организацией, да, рассказывайте, рассказывайте вот про борщ, про этот. Вопрос заключается в том, что рецепт 1, подача разная, да, и с помощью своих историй, с помощью своего жизненного опыта вы этот самый борщ можете придать ему какой-то свой специфический вкус, там, кинзы насыпать, чеснока туда накласть, да, лука какого-нибудь, там, сельдерея в конце положить, там, что-нибудь, пампушку какую-нибудь, вот это как бы всё приветствуется, да, а вот когда вы станете бриллиантовым директором, тогда вы уже можете придумать свой собственный фирменный борщ. Но я вас уверяю, когда вы будете бриллиантовым директором, вам уже не нужно будет никакого фирменного борща, потому что вы поймёте, что традиционная презентация бизнес-возможностей компании Reflame, она как была 20 лет назад эффективная, так она будет ещё через 20 лет эффективная. На этом всё, спасибо вам большое за внимание, очень было здорово вас сегодня всех видеть, сегодня аж целых 87 человек собралось. Я запомнил, что многие хотят узнать попротруднее про автопрограмму компании Reflame, думаю, что на следующей школе или менеджеров Reflame, наверное, мы такую тему сделаем, затронем. может быть, возможно, кого-то, допустим, будет интересовать тема путешествий, как квалификации проходят, какие документы там нужно оформлять, может быть, такую тему тоже надо, если надо, давайте плюсанём, пока все не разбежались. то есть, как квалификации проходят, сколько количество групп нужно иметь, то есть, такое более уже такое вот, не то, что там ты когда-то там будешь золотым директором, две группы у тебя будет, сколько групп, как квалифицироваться, какие документы нужно, что нужно, то есть, эти темы интересны, мы тоже бы хотели их послушать. Ну, что ж, хорошо, раз команда хочет, будем делать. Приятно было с вами пообщаться, думаю, что моя информация всем пошла на пользу, всего вам доброго, не знаю, спокойной ночи вам пожелать, либо идите ещё час рекрутируйте, ну, посмотрите, в общем, как хотите. Всем пока, приятно было с вами сегодня пообщаться. Субтитры сделал DimaTorzok